Всем привет! Вы на канале Кулинарная Семья. И сегодня я готовлю очень вкусно, ароматные фаршированные перцы. И так же, скорее же, начинаем. Для этого нам понадобится перцы вот такие вот красивые, оранжево-красные, фарш, 100 грамм риса, 1 морковь, 2 небольшие луковицы, 5 свежих помидор, 1 зубчик чеснока, несколько листочков лаврового листа, соль, молотый перец, растительное масло и томатная паста. Для начала нам нужно отварить рис до полуготовности. Промываю рис, заливаю водой и отвариваю после закипания 10 минут. На 100 грамм риса 200 миллилитров воды. Закрываю, довожу до кипения и варю 10 минут. И выключаю. Сейчас мне нужно обжарить лук, морковь и чеснок. Мелко нарезаю лук. Наливаю немного растительного масла, разогреваю и добавляю лук. Обжариваю до прозрачности. Морковь натираю на крупную тесто. Мелко нарезаю чеснок. Теперь добавляю морковь и чеснок. И еще немного обжариваю. Две минутки обжариваю и убираю. Теперь нарезаю помидоры дурками и перемалываю в блендере. Помидоры перемолоты. Рис и обжарка остывают. Теперь я почищу перец. Мне нужно достать сердцевинку и вытащить семена. Фарш я добавляю в зажарку и рис. Я не покупала. Это не готовый фарш. Я его перемалывала предварительно. Теперь добавляю обжарку. И проваренный рис. Теперь солю, перчу и хорошо-хорошо перемешиваю. Добавила такие вот хорошие 3 щепотки. Ну, где-то чайная ложка получается соли. Здесь у меня смесь перца. Перемалываю где-то тоже чайная ложка. И все хорошо-хорошо перемешиваю. В фарш я добавляю еще 100 мл воды. И еще раз хорошо перемешиваю. Фарш готов. И теперь заполняю ему перцы. Так. У меня ушло 7 перцев. Укладываю их в кастрюльку. Заливаю все томатным соком. Добавляю еще воды. Чтобы перец практически весь покрылся в жидкости. 1 столовую ложку томатной пасты я добавляю для насыщенности цвета. Чуть-чуть ее развожу водичкой и заливаю в перцы. Забыла сказать, что томатный сок я предварительно посолила, чтобы не было пресно. Добавляю 2 лавровых листа. Накрываю крышкой и ставлю на средний огонь где-то на 50 минут. Ну что, 50 минут прошло. Перчик готов. Это просто нереальный аромат. Вот такой красивый ароматный перчик у нас получился. Подавать его можно со сметаной и свежей зеленью. Это очень вкусно. Я советую этот рецепт. Всем желаю приятного аппетита. Готовьте вместе с нами. Ставьте лайки. А я прощаюсь. Всем пока.